Пожалуйста, Геннадий Ильич. Уважаемые коллеги, прошлое заседание мы с вами начинали с открытия чудной выставки, посвященной 100-летию пионерий. Благодарю председателей и лидеров фракций, которые активно всю неделю помогали нам в проведении этих славных мероприятий. Я вас тогда пригласил в колонный зал, где 15 лучших детских коллективов отсчитывались о своей творческой деятельности. Вечер прошел чудно. Хочу поблагодарить Третьяка и Карпова, этих выдающихся наших спортсменов, которые притняли участие в этом вечере. Но самым ярким событием было это выступление и вступление в пионерию на Красной, главной площади страны. Более пяти тысяч девчонок и мальчишек пришли туда вместе, многие с своими родителями. И это был настоящий праздник. Вслед за своими старшими братьями и сестрами, которые прошли победными полками по Красной площади в день 9 мая, вслед за бессмертным полком, который объединил себя живых и мертвых, молодых и старых, всех они не только печатали маршем и принимали парад и присягу, но одновременно посмотрели выдающийся Красный Некрополь, где похоронено 400 лучших сынов и дочерей нашей великой державы. Похоронены победители, создавшие страну, которая показывала пример. Я очень внимательно посмотрел все передачи, благодарю после замечания Попову «Россия-1». Маша показала блестящий репортаж оттуда, взяв интервью у детей, у ветеранов, у родителей. Это было их коллективное мнение, и чудная погода украшала этот репортаж. Я так надеялся, что талантливый журналист, один из ведущих наших пропагандистов в современной России, Киселёв вечером покажет настоящий праздник и 100-летний юбилей. Думаю, будет репортаж минут на 30 о том, как строились дворцы, осваивался космос, как развивалось детское движение в пионерских лагерях, как формировалось племя победителей, потому что все, кто штурмовал Берлин, прошли через пионерию, и каждый второй были пионерами-комсомольцами. Спустя два часа, когда 30 минут показали голые животы свастика этих мерзавцев, которые расправлялись над жителем Донбасса, когда без конца цитировали то Зеленского, то очередного негодяя, в принципе, полторы минуты сквозь зубы выдавили о том, что 210 миллионов наших отцов, дочерей, матерей, всех граждан державы прошли через эту организацию. Передайте талантливому Киселёву, что никогда не победить нацизм и фашизм, если не впитать всё лучшее, что было в пионерии комсомоля. И эти были организации с душой, светлой душой, с великолепными идеалами. И эти идеалы ребята продемонстрировали на Красной площади и по всей стране. Сегодня уместно вам напомнить, особенно партии власти, когда Ельцин в своей комариле закрыли пионерию и комсомол, тогда поднялись в полный рост многие губернаторы. Строил, будучи у меня губернатором в Орле, оставил работать всех вожатых, хотя это было запрещено. Стародубцев рядом Туле всё сделал, чтобы в школе действовали молодёжные организации, отстроены были спортивные площадки. Сумин на Урале всё это сделал для того, чтобы дети развивались полноценно. Кондратенко на Кубани особое внимание уделил школам, детям и женщинам. В этом и есть смысл нашей работы. Тогда мы победим любого супостата. Поэтому я советую и дальше продолжить эту нашу славную традицию, но обращаюсь еще раз к председателю. Столетие СССР, не за горами, мы внесли специальный документ. Мы должны его немедленно принять. В обсуждение с президентом и премьер-министром мы получили поддержку. Я надеюсь, что в ближайшее время этот документ будет вынесен. За ним стоит судьба нашей великой державности. Я приглашаю всех это сделать. Хочу всех поблагодарить. Мы с вами, когда присоединился Крым, были там на первом заседании депутатов. Многие помнят это. И тогда я к президенту обратился с просьбой Крым взять под федеральное крыло. Он вначале отказал, потом согласился и сказал, вы с фракцией будете там прорабами. Мы вместе с Кашиным, Коломейцевым, со всей командой, Харитоновым там работали. Докладываю вам, построено 60 объектов. Это лучшее место на земле. Восстановлена вся система воспитания и возмужания молодого поколения. Все сделано для того, чтобы 40 тысяч детей из всех субъектов Российской Федерации в течение года проходили там гражданскую закалку. А вот сейчас прошу, чтобы Остарином вместе с своей командой возглавило направление, связанное с детским отдыхом и семейным отдыхом. Вот только что открыли очень интересную выставку семейный бизнес, семейственное предпринимательство. Сейчас Кашин подробно им рассказал о наших программах, наших инициативах. Давайте вместе поработаем на этом направлении. Вместе с тем, вы должны поздравить сегодня Емельникова. Мы к юбилею пионерии завоевали почти все призы в спорте. Наша первая команда молодежная по мини-футболу вышла в финал высшей лиги. И в суперлиге мы обыграли самую богатую команду Тимень и Норильский Никель. Теперь будем играть с «Газпромом». В ближайшее время приглашаю вас посмотреть финальный матч. Последний раз по матч ТВ его смотрели 12 миллионов. У нас сейчас своих 100 команд, в основном детско-юношеские, которые прекрасно играют, и никто не платит ни копейки за то, что они участвуют в этих мероприятиях. Приглашаем вас отправить еще один конвой. Мы вместе с Кашиным будем отправлять ближайшую неделю детям, пионерам всех возрастов на Донбасс 97-й конвой. Наши губернаторы Клычковы и Русские вчера доложили, как они действуют и работают. Мы провели только что еще раз обсуждение 20 неотложных мер. Хочу, чтобы вы все внимательно сюда посмотрели. Внимательно. Вам придется это реализовывать. Это меры крупнейших академиков, лучших народных предприятий. Вчера 65 субъектов Российской Федерации обсуждали во всех деталях. Послушайте, посмотрите. Вам придется этим заниматься. Если в ближайшее время у нас не будет бюджет развития, 33 триллиона минимум, мы не вылезем из этого герьма. А сегодня военно-политическая операция требует очень мощной поддержки и надежных тылов. Такие тылы мы в состоянии с вами создать. Но обращаюсь к руководству еще раз Единой России. К Василию обращаюсь, человек с большим опытом. Мне недавно на встрече задали вопрос, на который я впервые не стал отвечать. Если бы было спокойно в стране, не было кризиса, 10 тысяч санкций, не было военно-политической операции, не было бы общей идеи борьбы с нацизмом, бандеровщиной, я бы можете ответить. Мне спросили, скажите, пожалуйста, вот мы слышали ваше выступление, обращение к президенту, к премьеру, к администрации президента, к партии власти. Как отреагировали ваши коллеги на ваши конкретные просьбы? Почему сидит полтора года сын Андрей Левченко? Что он совершил и почему никто ничего не говорит? Вы обращались? Прокуратура молчит. Почему прокурору отдали материалы, Синильщиков отдал, связанные с рейдерской атакой на совхоз Ленина? Я обращался дважды к Воробьеву, он, по-моему, ваш член. Ну а мне не поступило никакого ответа, сейчас идет посевная, они опять мешают, все это жилье даже не оставило Дом культуры. Почему мы не услышали ответ? Почему Платошкина на пять лет парализовали? Почему, когда война идет, два-две недели судили Рашкина, вместо того, чтобы давно разойтись миром, и лося вернули, и штраф заплатили, тем не менее впаяли чуть ли не уголовный срок. Мы будем вращаться и в Верховный суд. Почему народные предприятия, которые показали лучший результат, и вы демонстрировали это вместе своей командой и руководителями всей страны, участвовали министры, участвовали субъекты федерации. Почему этот уникальный опыт, когда они берут у страны ни копейки, этот опыт не внедряют в стране? Давайте еще раз проведем семинар подобный и так далее. Короче говоря, почему Володя Бессонов гоняют, добавьте еще одну минуту, завершаем. Володю Бессонова гоняют по планете 10 лет. Почему никто не берет уникальный опыт примирения советской страны? Напоминаю, после речи Сталина в 1931 году, когда он сказал, надо пробежать за 10 лет то, что Европа прошла 100 лет, примирились с казаками. Казачьи полки создали. Потом примирились с кулаками. Потом примирились с помещиками и буржуями. После победы открыли двери для всех, кто хотел вернуться в страну. Почему по ходу очень сложной ситуации, когда требуется сплоченность и единство общества? Почему нет никакого великодушия к тем, кто вам обратился? Почему у нас нет указов, соответствующих от президента, на эту тему? Почему нам предлагают проводить пикник пионерии и большую перемену? Перемена – это отдых. А сейчас требуется мобилизация. Мобилизация всех сил и ресурсов. Требуется сплоченность. Требуется единство. Требуется то, что обеспечивает нашу победу. Но без уникального опыта советской страны, тысячелетней державности, нашей славной пионерии нам не одолеть. Вот дети написали стихи Комитету культуры, демонстрирую. 100 лет пионерии. 11 лет, 12, 13, 14. Я вам разошлю, это дети пишут. Они пережили многое, но они остались настоящими гражданами и подвижниками. С такими детьми мы обязательно победим. Спасибо, Геннадий Андреевич. Фракция ЛДПР, руководитель фракции Слуцкий, Леонид Юдардович подготовит.